Для тех, кто видит нашу игру в первый раз, упомяну, что главное новшество Silent Hill Homecoming это переход от фиксированных камер к режиму свободного обзора. Герой может свободно оглядывать пространство, в котором находится, и изучать его в деталях. В прошлых играх вы были вынуждены довольствоваться несколькими камерами, фиксированными в определенных местах локации, что мешало по-настоящему ознакомиться с окружением. Персонаж теперь может перемещаться по восьмя осям со стрельцом, а также мы включили в игру систему физики Havoc, которая позволила сделать главного персонажа полноправной частью игрового мира. Мы также сделали систему быстрого доступа к инвентарю, потому что в Silent Hill очень важно уметь быстро манипулировать объектами. Вот старый добрый кусок трубы. По подсказке внизу вы можете видеть, для чего именно хорошо то или иное оружие. Естественно, вы сможете использовать их против врагов, но они также пригодятся вам для преодоления тех или иных препятствий. Причем без каких-либо заставок атак, как будто вы делаете это сами. В игре будет огнестрельное оружие, камера при его использовании в режим от первого лица переходить не будет, но этот вид вы сможете включить куда угодно. Мы анализировали прошлые игры этой серии и заметили, что в них нельзя было как следует рассмотреть объекты, которые вас окружают. Поэтому теперь по нажатию кнопки вы сможете переключиться на режим от первого лица. Также в определенные моменты игры герой будет поворачивать голову к какому-нибудь важному для игры объекту. Нажав кнопку, вы сможете увидеть, на какой именно объект он смотрит. Это еще один способ сообщать игроку больше информации о той или иной локации. Сейчас мы пройдем в атриум гостиницы. Это последнее место, которое мы еще не исследовали, и мэр города просто обязан быть там. Мы не знаем, чего ожидать, и поэтому выбрали наиболее подходящее оружие для любой ситуации. Вот еще одно важное отличие от предыдущих игр. Сейчас вы видите переход от реального мира к миру арта. Он происходит непосредственно во время игры, и во время него включается эффект зернистости картинки. Мы решили включать его потому, что, во-первых, он дает лучше ощутить разницу между нормальным миром и потусторонним, а во-вторых, он создает связь между нашей игрой и прошлыми частями Silent Hill. Ну вот мы и в атриуме. Сейчас вы увидите новую особенность игры, которая добавляет реализма, а также позволяет игроку лучше управлять процессом диалога и дает ему большую свободу в нем. Эта особенность называется древо диалога. Во время разговора его участники ведут себя естественно, и игрок может выбрать, какой именно вопрос вложить в густа персонажа. Хотят ли они узнать больше о героях истории или об ее мире? Некоторые из этих диалогов будут иметь прямое влияние на ход игры и обеспечат ей реиграбельность, которая всегда была отличительной чертой Silent Hill серии. Конечно, мы сохранили ее, игроки смогут пройти нашу игру много раз, потому что каждый раз увидят что-то новое. Я делал все, что в моих силах, а не жалел никаких средств. Ты не знаешь ничего о моем сыне. Мы стараемся делать переходы между диалогами и кат-сценами как можно более незаметными. А что это? Они принадлежат вашему сыну, разве не так? Где он? Джоуи? Да, Джоуи. Он с моим братом были друзьями. Я должен найти его. Тебе не следовало возвращаться, Алекс. Настали плохие времена. Люди мне больше не доверяют. Я не могу защитить их. Защитить их от чего? Что вы сделали? Что-то пришло сюда. Похитило жителей этого города. Их нельзя остановить. Они заберут и тебя. Кто похитил жителей? О чем вы говорите? Где? Где мой брат? Стадонок. Ищи его сам. Что происходит? Что вы сделали? Что здесь творится? Твою мать! Рэйви, милость ко мне. Я преданно служил тебе. Пожалуйста, защити меня в этот миг. Черт. Ну вот, пришло время сборить с боссом. Как видите, подобные битвы будут проходить на специальных аренах. В самом начале разработки, Канами дала нам задачу улучшить некоторые локации в игре. Эта сцена с боссом была одной из первых, на которых мы сконцентрировались. Как видите, на этой арене вокруг главного персонажа видны свешивающиеся мешки плоти. Вы сможете побеждать боссов многими видами оружия. Не нужно будет использовать какое-то определенное. Монстра можно победить, как стреляя по нему, так и по мешкам плоти. Эти мешки свисают как противовес, удерживающий чудовище над землей. В предшествующей заставке вы видели, как они спускаются вниз, а босс поднимается наверх. Если сбить достаточно этих мешков, то существо упадет на землю и начнется вторая стадия битвы. Как видите, арена окружена своеобразными укрытиями, за которыми можно спрятаться. Здесь можно использовать топор, огнестрельное оружие, стрелять по главному существу или по свисающим противовесам. Вот эти укрытия, которые я имел в виду. За ними можно перезарядить пистолет, например. Конечно, каждое оружие наносит определенные повреждения с определенными интервалами, поэтому вы сможете выбрать наиболее подходящее вашему стилю игры. Мы уже уничтожили большинство мешков. Как вы заметили, иногда монстр совершает два удара по земле подряд. Так он сбивает стекло с потолка, и если Алекс окажется под падающими осколками, то они нанесут ему повреждения. Вот мы сбиваем еще один мешок выстрелами, и монстр падает на землю. Мы стремились делать так, чтобы между Алексом и боссами в игре всегда было маленькое расстояние, чтобы игроки буквально могли почувствовать дыхание этих ужасающих созданий. Алексу нанесли сильные повреждения, так что ему потребуется подлечиться. Так-то лучше. Как вы заметили, когда эта тварь наносит мощные удары плашмя, ее лапы застревают в полу. Это дает игроку возможность атаковать их, а потом нанести несколько прямых ударов по чудовищу. Нанесите достаточно таких ударов, и увидите, что произойдет.